В региональном управлении налоговой службы состоялась пресс-конференция с участием представителей ведомства и судебных приставов. Затронули вопросы по взаимодействию двух структур. В первую очередь, участники конференции обсудили тему, касающуюся мер по взысканию задолженности по налогам с физлиц, а также затронули результаты взаимодействия налоговиков и приставов в минувшем году и поделились планами на год текущий. Итак, по состоянию на 1 января 2015 года поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Рязанской области увеличились на 111,5% по имущественным налогам, составив 6,3 млрд рублей, из которых порядка 19% приходится на налоговые обязательства физических лиц и на 107,7% по налогу на доходы физических лиц, составив 14,8 млрд рублей. Различные совершенно меры одновременно с этим используются, касающиеся предвидительного взыскания налоговых долгов. Я, наверное, расскажу таких вот самых, что называется, резонансных. Ну, например, в прошлом году в подразделении управления службы судебных приставов исполнителями, налоговым органом было направлено порядка 2,5 тысяч ходатайств об ограничении права гражданина Российской Федерации на перемещение через территорию нашей страны. Речь идет о налоговых долгах, которые физические лица не заплатили. В ходе исполнительных действий, взаимодействия со службой судебных приставов, в прошлом году было погашено налоговых долгов физических лиц на сумму более 222 млн рублей, что больше уровня 2013 года на 32-32%, или в абсолютных цифрах порядка 54 млн рублей. Есть такая действенная мера, и она уже, как говорится, показывает себя и в январе с результатами. Это списание денежных средств, находящихся на расчетных счетах должников. Хотела бы обратиться к должникам и предупредить, что не надо игнорировать уведомления, которые приходят вам с налогов, потому что дальнейшая процедура пойдет через службу судебных приставов, и вам придется заплатить не только те долги, которые у вас образовались по налоговым платежам, но и еще исполнительский сбор, который является штрафной санкцией, которая уже применяется только при принудительном исполнении. В этом году, я думаю, мы наше взаимодействие продолжим, наши совместные рейды на местах скопления, как говорится, массовых скоплений граждан, и через банк данных будем дальше рассказывать о наших новых введениях, которые будут иметь место в этом году, для того, чтобы долги своевременно гасились. Вторым вопросом, озвученным на конференции, стало проведение декларационной кампании 2015 года по предоставлению физическими лицами декларации о доходах по форме 3НДФЛ. Представители налоговой службы перечислили список граждан, которые обязаны предоставить необходимую отчетность. Она проводится, эта декларационная кампания, в ежегодном режиме, и речь идет о физических лицах, которые получили налогооблагаемые доходы за 2014 год, в отношении которых не был удержан налог на доходы физических лиц. Эти лица обязаны представить налоговые органы, налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Такую обязанность необходимо реализовать до 30 апреля 2015 года. В первую очередь речь идет о физических лицах, которые получили доходы от продажи объектов недвижимого имущества периодом владения менее 3 лет. Владели квартирой менее 3 лет, продали квартиру, получили доход, необходимо с этой суммой дохода уплатить НДФЛ. Ставка налога составляет 13%. Также речь идет о реализации объектов имущества периодом владения менее 3 лет, являющихся транспортными средствами. Также это доходы от всевозможных выигрышей, участия в лотереях, по возмездным договорам, в частности по договорам аренды, когда собственная квартира сдает в аренду квартиру, в течение года получает соответствующий доход в виде арендной платы. Этот доход также подлежит налогообложению по ставке 13%. Сейчас налоговыми органами ведется информационная кампания для владельцев налогооблагаемого имущества в Рязанской области «Узнай и заяви налоговую льготу». Речь идет об имущественных налогах физических лиц, которые будут рассчитаны в 2015 году за период владения налогооблагаемыми объектами, транспортом, объектом капитального строительства, земельным участком в 2014 году. Вот всего у нас налоговыми льготами пользуются на территории Рязанской области по земельному налогу порядка 36 тысяч физических лиц, по транспортному налогу порядка 62 тысяч физических лиц, и по налогу на имущество физических лиц более 260 тысяч граждан. В рамках проводимой акции жители региона смогут получить подробную информацию о том, какая категория граждан может претендовать на получение льгот по тому или иному имущественному налогу и о порядке их предоставления. Заявление необходимо подать до 1 апреля текущего года.